Здравствуйте, дорогие зрители! Канал Тайный Шоу Бизнес расскажет вам о последних новостях и сплетнях звезд. А также о мире отечественного шоу-бизнеса, который сейчас переживает трудные времена, ужасные потери. Нам всем тяжело осознавать, что уходят люди той советской школы, на которой мы все выросли. Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале поделилась постом с самой шедевральной новостью о коронавирусе. Четыре дня Нового года уже отметились рядом недобрых новостей. В США омикрон штамм поставил исторический рекорд. Число зараженных новой мутации за сутки превысило миллион человек. Во Франции тем временем нашли новый камерунский штамм, правда, пока публикации о нем пока не прошли проверку экспертов. Однако пользователей на третьем году пандемии изумило иное. Как пишет в своем посте жительница Брюсселя Елена Богдан, удивительной новостью оказалось то, что ковид был выявлен у членов бельгийской полярной станции. Ранее BBC сообщила, что вспышка ковида произошла на станции «Принцесса Элизабет» в Антарктиде. Оказалось, что у 16 из 25 работников станции, несмотря на то, что ранее они были привиты от коронавируса, выявилась инфекция. Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал. По мнению Богдан, история с полярниками – самая шедевральная новость на Новый год. В отдаленной Антарктиде и в полной изоляции абсолютно все вакцинированы, недоумевающе отмечает она в своем сообщении, репост которого Шукшина сделала у себя в телеграм-канале. Впрочем, стоит добавить, что нынешний инцидент на станции «Принцесса Элизабет» не первый. В прошлом году ряд чилийских военнослужащих, базирующихся на научно-исследовательской станции Бернарда Охиггенса были инфицированы после того, как моряки на корабле снабжения получили положительный результат на вирус. Спасибо за просмотр! Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал.